Читать или не читать? Пока, к счастью, в России в целом, так и в Мариелах частности, такой вопрос не стоит. Нашу страну часто называют государством литературоцентричным, подчеркивая особый интерес россиян к писательскому слову и мысли. Еще одно тому подтверждение – 2015 год заявленный как год литературы. Он в первую очередь нацелен на повышение интереса к чтению, продвижению русского языка, поддержку литераторов. Не останутся в стороне и острые вопросы в сфере книжного и библиотечного дела. Об этом и не только вопросы напрямую. Заместителю председателя правительства республики, министру культуры, печати и по делам национальностей Михаилу Васютину. Михаил Зинович, здравствуйте. Здравствуйте. Год литературы в самом разгаре. По сути, он является идеологическим продолжением года культуры. Какие события станут самыми запоминающимися в эти 12 месяцев? Все, что наработано в 2014 году, год культуры, нужно продолжить. Конечно же, изменить несколько векций и специализироваться большей частью на литературном, культурном наследии. И, собственно говоря, именно этим руководствовались, когда мы открывали год культуры в нашей республике. Мы создали так же, как и в прошлом году, большой организационный комитет, куда вошли представители литературного сообщества, творческих союзов, представители министерства образования. Это очень важно. И наметили много интересных мероприятий. Очень широкий круг вовлечен детей. Наши библиотеки очень активно подключились к проведению года литературы. Это не случайно, потому что лучшие образцы, в том числе и художественной литературы, хранятся в наших библиотеках. Они являются и популяризаторами художественной литературы. Были объявлены различного рода конкурсы, читающие семья, читающие дети, классы и так далее. Все это проводится в очень такой творческой, интересной форме. Во всяком случае, мы ожидаем и уже наблюдаем всплеск интереса к чтению в различных его формах. В подавляющем большинстве библиотек информационной революции пока еще не заметили. Так ли это на самом деле и какая работа ведется в этом отношении? Как только мы вступили в век информатизации, новых технологий, скептики предрекали ближайшую кончину всех библиотек, потому что никто не будет приходить, зачем нужны эти хранения. Это дорогое содержание больших плодохранилищ, если молодое поколение переходит на различного рода гаджеты, и можно в одном ноутбуке собрать полное собрание сочинений и пользоваться своим удовольствием. Но очень многие понимают, и это на самом деле так, что книга — это совершенно самостоятельное явление культуры. Не так давно появилось понятие «модельные библиотеки». Это означает, что в каждой библиотеке модельной обеспечивается свободный доступ в интернет с приличной нормальной скоростью, где пользователи, где бы они там ни находились, в сельской глубинке или в другом месте, где расположена модельная библиотека, могут пользоваться в том числе электронными ресурсами. Понятно, что один год библиотеки не изменят. Что, по-вашему, их ожидает в перспективе? «Открываются своеобразные центры доступа. Это информатизация в рамках программы «Информатизация республики». И мы предложили свои услуги, услуги библиотек, потому что нам по положению создания этих центров нужно иметь обученный персонал, нужно иметь соответствующие условия, там и технические условия, и, конечно же, и человеческий фактор. Люди должны быть обучены и должно быть место, где всегда доступно. И когда мы эту программу сопоставили, идеально подходит сеть наших библиотек. Она расположена равномерно, она уже себя зарекомендовала. На протяжении многих лет, я уже говорил, она неизменно устоялась. И вот сейчас мы совместными усилиями открываем такие центры доступа к взаимной полезности. А возможно ли, на ваш взгляд, вернуть России звание самой читающей страны? Когда говорят о читающей, не только книге, это исследование показывает, что читать стали на самом деле объективно больше. Но перевод в некнижный формат, да, чтение, некнижный формат, сейчас уже приближается к 50 на 50. Раньше, когда еще технологии не так сильно были развиты, там электронно пользовались человек процентов 20, а остальные 80 предпочитали книжные, сейчас уже порядка 48. Последние исследования показывают, что предпочитают читать литературу не на книжных носителях, а на электронных гаджетах уже 48%. Читающие, не читающие, нужны другие маркеры для того, чтобы измерить на самом деле, что из себя представляет наша страна, насколько она читающая в том числе. Как считаете, в Мариел, может быть, ситуация изменится в связи с открытием осенью этого года Центра детского и юношеского чтения? Конечно же, будем ожидать востребованным этот дворец книги, дворец детской книги, потому что там не только книги. Там спектр услуг самый различный, там все, что имеет отношение вокруг интеллектуальной, скажу, составляющей, в различной форме, и в том числе игровой, присущей для детей, будет делаться очень многое, кроме непосредственно книговыдачи или же просто работа абонемента. Мы думаем, что и эта новизна, и новые подходы, и мы постараемся сносить и технологиями современными, конечно же, вызовет больше интереса, и мы вправе надеяться, что там появятся гораздо больше читателей, нежели просто в существующих библиотеках. Михаил Зиновьевич, спасибо, что сегодня пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. До свидания.